Начиная с того, о котором я уже объявил на предыдущей лекции, это алгоритм анализа за цифроватичное время для именения предназначенной грамматики. На самом деле, то, что я собираюсь построить, это будет алгоритм, который применит любую грамматики. Но только в общем случае он будет работать за куберческое время, так же, как и самая простая грамматика. И при этом он будет гораздо сложнее. Ну, то есть, он не гораздо, но сложнее. То есть, в педагогическом плане он не может заменить самый простой алгоритм. В другой стране, если грамматика является однозначной, то тогда он будет доказать, что этот алгоритм будет работать лишь за квадратичное время. И более того, если рассмотреть какие-то промежуточные случаи, которые я формально определяю и не буду. Так скажем, грамматика неоднозначна, но количество неоднозначности в ней достаточно мало. То в этом случае это количество неоднозначности, то есть сколько разных вариантов выборов правил и разных положений будет встречаться по дороге, это то, что, да, соответственно, сложность алгоритма будет пропорциональна к неоднозначности. Итак, я напомню определение, которое я закончил в прошлом лекции. Это я давал два возможных определения однозначенной бесконечной грамматики. Соответственно, одно было, что дерево разбора для каждой строки единственное, а второе – это было разложение по определению на две составляющие, которые там на самом деле присутствуют. Первое составляющие – это однозначный выбор правил, то есть если строка прождаются неким нетерминальным символом, то существует единственное правило, которым оно прождается. Которым эта строка прождается. Соответственно, а второе условие – это однозначность вложения. Она говорит о том, что если строка прождаются, опять-таки, правой частью какого-то правила, то есть прождаются каким-то нетерминалом и, соответственно, каким-то правилом с правой частью альба. Но в этом случае, если альба – это некий L-символ, написанный один с другим, то существует единственное разложение этой строки на кусочки, выводящиеся из этих символов. И был пример грамматики, в которой выбор правил однозначный, а разложение неоднозначный. Кстати говоря, сейчас, когда я приведу более общее определение, более общее определение однозначности, применимое также к бурному грамматике, то мы сможем вернуться к тем примерам, которые у нас были, и получить, соответственно, и просто убедиться в том, что некоторые из них были однозначными грамматиками, а некоторые однозначными грамматиками не были. Соответственно, как это определение обширяется на бурном грамматике? Вот это второе определение обширяется очень просто. Сперва я обширю его, а потом рассмотрю вопрос о том, как, собственно, мы определяем дерево разбора для булевых грамматик, чего я раньше как-то не успел еще сделать. И, соответственно, можно ли определить однозначность булевых грамматик с использованием дерево разбора. Соответственно, это определение переписывается очень просто. Что однозначность выбора правила, это будет, что она будет совершенно таким же. Я его извещу не раз в другой зачиси, но математически я думаю тем, что если дубль В принадлежит языку, прождаемому некому терминалу А, то тогда существует единственное правило А идет в комьюмингах каких-то положительных, а в комьюмингах, затем еще и отрицательных. А, М, В, А, М и Б, А, М и Б, А, М. Итак, существует единственное правило, такое, что дубль В принадлежит пересечению всех языков, прождаемых всеми положительными конъюнками, и пересечению дополнений языков, прождаемых отрицательными конъюнками. То есть, говоря более понятным языком, дубль В порождается в правой части этого правила, в таком же смысле, как и здесь. Только правило сложнее, и определение порождения стратега дубль В правой части этого правила, оно становится таким большим. Соответственно, это все, вся назначенность выбора правил, в общем, совершенно логичное расширение. Правила немножко другие, а уходят другие. А про однозначность разложения приходится взять в более сильное условие, а именно, что в случае бесконтекстных грамматик у нас всякий раз, когда что-то порождалось неким конъюнктом, то есть правой части правила, все правила состояли из одного конъюнкта, то эта же строка порождалась и нетерминальным символом. А в случае конъюнктивной грамматики конъюнкции на то есть, что строка может порождаться, скажем, одним конъюнктом правила, другим она порождаться не будет, и нетерминалом она тоже не будет порождаться. Поэтому возникает вопрос, а должны ли мы требовать однозначность разложения для тех конъюнктов, то есть для тех строк, которые нетерминалом не порождаются. Так вот, соответственно, я веду самое ограничивающее определение, в котором однозначность требуется, в том числе и в этом случае. А затем я покажу, что, по крайней мере, в случае булевого грамматик этого избежать никак нельзя. Это самое сильное определение, которое можно дать. А в случае конъюнктивной грамматик там есть варианты, и многое там еще не разработано. Соответственно, это самое сильное определение будет звучать так, что если существуют правила, если есть строка W, есть правила вот такого вида, и есть его какой-то конъюнкт. Или лучше скажу иначе, существует строка W, и существует правило вида А идет в положительный или отрицательный конъюнкт альфа, и обозначу вот так, что это либо альфа, либо альфа, в данном случае нам не нужно. То есть это альфа, или не альфа. И так, это с конъюнктами что-то еще. Так вот, если существует, если альфа является конъюнктным какого-то правила, и W принадлежит языку альфа, где альф также можно записать, как S1 и так далее, S, L, то тогда мы опять требуем то же самое. Существует единственное разложение W на L маленьких строк, такие, что всякий кусочек порождается своим символом из этого конъюнта. Вот такое условие, и соответственно, не трудно видеть, что даже для обязательных конъюнтов нужно требовать, что разложение должно быть единственное. Хотя это разложение, оно на самом деле никакой дерево разбора никогда в этом не может. Вообще оно не является разбором чего-то ни было принадлежащего к этому. Потому что отрицательный конъюнк явно говорит, что этой строки это правило породить вообще не может. Так мы все равно требуем единственное с разложками. Теперь я хочу пояснить почему, то есть привести пример, как можно, если попытаться упростить это определение, то мы пойдем к тому, что всякая голливая грамматика приводится к однозначному гипу. И определение таким образом окажется бессмысным. Итак, первая вещь, которую можно попытаться ограничить, это первое возможное ограничение, что мы можем даже самым простым образом ослабить это правило, потребовавшим, чтобы оно относилось только к положительным конъюнктам. На первый взгляд, звучит осмысленно, что положительный конъюнкт это то, что мы на самом деле разбираем, а отличительный конъюнкт, наоборот, никакого разговора, никакого разговора. Так, в этом случае, для того, чтобы показать, что это определение смысла иметь не будет, я покажу, что любую голливую грамматику можно привести к такому виду, что все конъюнкты не отрицательны. Это, конечно, будет выглядеть довольно странно, но, соответственно, последовательно, это определение, и, конечно, в периодичном случае, если оно не относится к отрицательным конъюнктам. Итак, допустим, у нас есть какой-нибудь номинал, и для него есть много правил. А, даже проще. Для всякого правила вот такого вида b1 и так далее, bn, мы заменим все эти альфа на x с соответственным мышцем x альфа 1 и с отрицательным, не x альфа 5. А дальше, для всякого x альфа мы запишем единственное правило x с инъекцием альфа ведет в отрицательное 0 альфа. Ну вот, все конъюнкты после этого будут отрицательными. Соответственно, в общем, без этой грамматики сложно будет вызвать какой-то смысл в плане разбора, но, тем не менее, формальное как бы образование существует, и из этого получится, что для всякого языка, в разъеме какой-то булевой грамматики есть такая, где это условие будет выполняться, если в нем, если оно не осуществлено на отрицательной конъюнке. Так, это условие действительно нужно. Для конъюнктивной грамматик есть варианты, но прежде чем говорить об этих вариантах, я все-таки определил кейтур разбора более формально. для булевой грамматик, но она соответственно состранится на все более ограниченные грамматики. Как мы определим дерево разбора для булевой грамматики? Я определил, что если для всякой строки W и для всякого неспоминального символа A, таких, что A поражает W, мы хотим определить какое-то дерево разбора W и A. И еще прежде чем его определять, введем техническое требование о том, что в каждом правиле грамматики у нас теперь будет хотя бы один положительный конъюнкс. То есть сейчас можно обойтись вообще без положительных конъюнкс. А теперь я требую обратную, чтобы в каждом правильный был этот положительный конъюнкс. И это на самом деле совершенно тривиальное требование, то есть, что его можно вот так же формально удовлетворить простым преобразованием грамматики. А именно, что мы можем построить помыслный нетерминальный символ, который порождает все сроки. Вот он будет называться у нас скажем B, и он будет порождать A, B, далее, последний символ B, и пустой страстной. А теперь мы в каждом правиле общего вида можно поставить конъюнкцию с этим B. И это будет тот самый положительный конъюнк, который войдет в каждое правило, и таким образом требование будет выполняться. Соответственно, мы знаем, что есть хотя бы один положительный конъюнк, и соответственно есть хотя бы W образная А, следующее есть некое правило, которое применяется сверху, альфа один, альфа M, не бета один, не бета M, и теперь мы еще требуем, что M больше равного идентича, если мы обеспечим. Каким образом будет выглядеть дерево разбора? Сперва мы запишем для каждого этих конъюнк, возьмем любое из этих конъюнков, обозначим его как плюс минус S1 и так далее SL плюс один из этих конъюнков и разложим на отдельные символы поиск днем L. И теперь мы рассмотрим разложение строки U1 И это делается только для положительных конъюнков. Конечно же я сейчас считаю. Мы берем любой положительный конъюнк, любой из них, и записываем его от B, S1 и так далее SL, после чего рассматриваем разложение U, V, соответственно, этой строки. То есть мы знаем, что U, V равно U1 и так далее и L, хотя одной из возможных разложений на случай сеграмматика является неоднозначным. Итак, раскладывается и всякое U и B принадлежит к языку L. А теперь если... Да, теперь это дерево будет строить следующим образом. В нем будет корень, помеченный вершиной A, бурглистия, помеченными всеми символами страфии W, A1 и так далее Ахатр. A1, A2 и так далее Ахатр. Теперь, что делается за каждого положительного конъюнка? Положительные конъюнки мы здесь будем по одному перечислять. А1 и так далее, А1 и так далее, и А1 и А1 А1 А для каждого видов конъюнка, который мы сейчас представили как раз вот в этом видео, что будет за каждого видов конъюнка? На него будут вот эти потомки, прямые потомки, соответствующие всем этим S. Но для тех из этих R, которые являются терминальными символами, для S, для ST, являющимся каким-то символом А, И, предназлежащим такожей очень импульсом. И так, какой-то из этих символов является терминальным и тогда вершина идет к нему. То есть, когда другая идет к нему. А для нетерминальных символов, скажем, есть какой-то ST равный B. Это нетерминальный символ. Тогда мы рассмотрим вот это так. Слово первого другого. А, ну, словно. Отлично. Дубая и Т. А здесь есть еще нетерминальный символ B. Ему соответствует какая-то строка возложений. И здесь мы напишем дерьво разбора из строки У, Т. То есть строки, которая принадлежит языку Б. То есть возложение. То есть таким образом индуктивно строится дерьво разложение. Если конъемок только один в каждом траке, то для каждой вершины это действие будет проделано один раз и получится в герем математическом смысле. Если же у нас конъемоков несколько, то для каждого из них будет проделано то же штабо. И у него будут свои потомки приходящие в те же листья. И так из каждого конъемента будут исходить какие-то спуски дерева, которые пойдут в одни и те же листья. То есть это получится дерево со склеенными листьями. дерево последний вопрос на что происходит с обретательной механомки. С ним не происходит ничего. Потому что выразить то, что строка не принадлежит чему-то это непонятно как это можно сделать в виде дерева. Поэтому это дерево передает только частичную информацию о том, что делает в грамматике. Для инфинитивной грамматики эта информация полная. А для булевой грамматики для обретательных манюмков остается только чтобы дерево не гарантирует для более грамматик конъюнктов строки языку. Надо еще проверить, что все отрицательные конъюнкты действительно соответственные сроки не принадлежат. Чтобы отмечать правила этого от друга лучше помечать вершины не терминальным синдромом, а правилам, которые идем заменены. Потому что иначе можно перепутать в особенности правила отравленной отрицательной конъюнкты если кого и найдутся. вот как определяется дерево разбора и соответственно нетрудно убедиться в том, что мое определение однозначности для конъюнктивных грамматик оно более сильное, чем требование единственности дерева разбора. То есть можно построить примеры такого типа я возьму пример с конца вчерашьей лекции задумываться там где у меня однозначный рампорт строки АББ вот соответственно у меня будет не терминал А поражающий А или АБ а Б поражающий Б или ББ Абб вчера у меня была скотекстная грамматика с таким правилом С идет А В Б дальше И здесь была неоднозначность по разложению то есть строку АББ может быть в виде АВВ или АБ В таким образом разложение С на АБ окладывается неоднозначным а если ну так как конъюнктивная грамматика она здесь тоже неоднозначна поскольку определение одно и то же а теперь если мы возьмем вот это тело и пересечем его сразу с АБ АМАНИМУ ВМАНИМУ Тогда получится что дерево разбор во-первых только одна строка поражается а дерево разбор для нее конечно единственное потому что в исходной скотекстной грамматике для этой строки был единственное дерево разбора кстати нарисуем его так на всякий случай вот у нас один терминальный свинный наверху С две два листа А и здесь у нас будет С из А В А А В В А здесь у нас помечены это все на самом деле не синглом а правилом а здесь у нас теперь идет вторая группа потомков приходящих в те же деревья вот так у нас и получится соответственно соответственно существует только одна строка только одно дерево и дерево разнime есть одна к теме más нет равносило не получилось ну да естественно определение нервносим вопрос в том можно ли всякую грамматику такого ребра преобразовать так чтоб она было родной грамматикой всякое дерево имеет единственный длина длина можно такое грамматику преобразовать к виду word вот это как раз неинтересно, к сожалению. Поэтому здесь есть некий пробел в этой теории. Но, соответственно, довольно об этом пробеле. Теперь я хочу пройти, собственно, поближе к алгоритму распознавания. А, пожалуй, перед алгоритмом распознавания я хочу сказать, что довольно известный результат, по крайней мере, в общих чертах его обосновать, хотя мы не делаем голос, скажем, почему нет. Это результат того, что существует язык, для которого есть без контекстной грамматики, но нет однозначной без контекстной грамматики. А прежде чем описывать это, я сформулирую бездоказательства следующее утверждение, что у нас была нормальная жизнь для своего грамматик, мы, соответственно, в частном случае для без контекста. В этом нормальном виде у нас всякая грамматика имела правило либо А идёт в B1, C1 и так далее. В B, R, C, N и не D1, E1 и так далее. И не D, N, C, N и не S. Соответственно, либо такое правило, либо А идёт в один символ, в один проминальный символ, либо начальный символ. Оказывалось, что всякое... То есть я показывал довольно подробно схему доказательства как коллективная грамматика приводится к такому дизу. Прокурев в грамматике, как-нибудь, сказал, что это делается. На самом деле есть интересные вещи в этом преобразовании, но в целом оно примерно такое же. Удаление пустых правил, удаление единичных правил. Соответственно, а... Теперь я хочу стимулировать ещё более сильное решение о том, что всякая бурева грамматика, как так, она может быть приведена вот к такому виду, и при этом это преобразование сохраняет однозначность. То есть, в частности, ну да, как преобразование дополненных грамматики я не приводил, убедиться вам в этом довольно сложно. А для конъюнтивной грамматики то образование, которое я приводил, оно действительно сохраняет однозначность. То есть это можно убедиться, посмотреть на каждый шаг, а шага у нас было два. Один — это удаление эпсилон конъюнктов всеми возможными удалениями тех нетерминалов, которые порождают пустую строку. И, соответственно, так. Ну да, так, ну да. А второй шаг — это была установка вместо единичного конъюнкта всех правил для нетерминалов. То есть если у нас было правило вида А или В или что-то, то мы брали все правила для В и вставляли их сюда. И после тот и другой шаг сохраняют однозначность в соответствии с этими определениями. И поэтому утверждение о нормальном виде можно распространить и на более общий случай. То есть всякая даже... То есть всякая однозначная гурьевая грамматика приводится к однозначному гурьевой грамматике в этом виде. И то же самое с однозначной конъюнтивной и с однозначной бесконтекстной грамматикой. И это не потребуется для того, чтобы несколько более просто рассмотреть пример с языком, для которого нет однозначной бесконтекстной грамматики. А язык — это очень простой. То есть он является объединением двух совсем простых языков. И он очень похож на несколько примеров, которые мы рассматривали в связи с конъюнтивной грамматикой. А именно это язык строк вида А, И, раз, Б, Ж, раз, С, К, раз. Таких, что, во-первых, все эти три числа начинаются с нуля. А во-вторых, либо И равно Ж, либо Ж равно Х. Либо и то и то и то и то. Одно из этих условий должно упасть. Соответственно, здесь мы прямо во определении видим явную резюнцию. И получается, что очень легко построить эту конъюнтивную грамматику для этого языка. Я её сейчас построю. Она будет очень похожа на конъюнтивную грамматику для языка АНВЭЦН. Только вместо конъюнкции в ней будет дизъюнкция. Соответственно, в начале номера 1 АВ. А это будет АНВЭЦН. В это будет все строки, где Ж и К равны. То есть язык ВНСН. Теперь мы можем поставить правило С идёт в АВ. Потому что это, безусловно, подножство языка. Те строки, где Ж и равно Х. И есть ещё второй случай. Те строки, где И равно Х. Для них мы точно так же пишем. Д, которые порождают А, Д, Б. Те реакция уже АНВЭЦН. АС будет порождая ЦВ. И мы получим АВ или ДЦ. Вот, соответственно, совершенно очевидная десяткестная грамматика для этого языка. А теперь вопрос, почему она неоднозначна? Нетрудно видеть, что неоднозначности по разложениям в динейке нет. Потому что в этих правилах его и быть не может. Потому что это линейные правила. То есть в них мы ссылаемся на один детерминальный символ. И, соответственно, тут не может быть множественных разложений вообще. Мы отпусываем символ с конца, и внутренняя строка удалена на однозначное. Разложение, если оно есть, всегда есть. В этих правилах мы потенциально можем, конечно, быть неоднозначности по разложению. Но в данной грамматике его нет. Потому что, соответственно, например, здесь первый язык это А звездочка. Во втором букв А вообще нет. Естественно, строка будет разделена там, где кончаются буквы А в начале. И то же самое со вторым правилом. Поэтому никаких вопросов с неоднозначности по разложению нет. А вот неоднозначный выбор правил мы видим для динаминального символа С. И она проявляется на строках в виде как раз АНВНЦН. То есть, если строка у нее есть АНВНЦН, она выполняется оба условия. И, соответственно, будет дерево разбора и относительно этого правила, и относительно этого. Это тоже не трудно построить. Я, допустим, строку АВС. У меня будет одно дерево разбора, где оно представлено как АВС, АВС. Либо ее можно представить как АВС. Ну вот и все. Соответственно, вот мы видим одну грамматику. Она неоднозначна. Но, конечно, возникает вопрос, а может быть есть какая-то другая однозначная грамматика для этого языка. Но оказывается, что ее нет. И это то, что я сейчас собираюсь достаточно быстро доказать. Для этого нам потребуется более расширенная версия лема накачки. Лема накачки у нас была неделю назад. Это способ доказательства того, что данный язык, для данного языка нет бесконтекстной грамматики. А сейчас я буду... Да, сейчас я докажу чуть более... На самом деле, в чуть более простом виде, чем в самом общем случае, я докажу обобщение этой лемы накачки, полученное Огненом, где-то в начале 70-х, и называемое лемой Огнена. Как эта лема звучит? Она говорит на следующем. Что та поверхность неусловия чуть более сложная, чем в случае лемы накачки. Сейчас я его объясню. Что если у нас л, это бесконтекстный язык, то тогда для... Тогда существует некое число p, такое, что для любой строки достаточно длинной... Так, для любой строки убежащей языку, которая в уровне должна быть больше, чем p, хотя это условие, оно не нужно, потому что сейчас будет более сильным. А более сильное условие такое, что для любого множества позиций в этой строке, множество, некое подмножество номеров от единицы до длины строки дубль-в. Для любого множества позиций такого, что оно содержит хотя бы p малая позиция. То есть, естественно, отсюда следует, что строка должна быть длиной хотя бы p, потому что иначе мы не наберем строки позиций. Итак, для любого множества позиций существует разложение... А дальше все почти то же самое, как лемы и накачки, но с одним дополнительным условием. Разложение w на x, u, y, v, z, где, соответственно, стали теперь дополнительные условия. Такое, что... Значит, что у нас было в обычной леме и накачке? В обычной леме и накачке мы требовали, что u и v не равны... Как бы хотя бы одна из них не пустая. Первое, что мы требовали. Второе, что мы требовали, что длина всей строки u, y, v, она меньше, чем p. Сейчас мы потребуем более сильные условия. Мы потребуем, что строка u, y, v содержит хотя бы... и содержит не более чем p позиции из этого множества. Содержит... и кроме этого, y содержит хотя бы одну выделенную позицию. В таком виде мне потребуется лема органа. В ней можно в процессе доказательства выявить еще одно выполнительное условие, но его труднее вспомнить, чем, соответственно, доказать. Я его просто не вспомню, но оно в данном доказательстве уже применует. Итак, как мы эту лему доказываем, теперь доказывать его проще, потому что мы можем предположить, что данная бесконтекстная грамматика находится в нормальном виде. А раз она находится в нормальном виде, то пустые строки нигде возникать не будут, и дерево будет очень хорошо травиться на кусочки. Мы закончили лемом... Посадим... А, да-да-да, конечно, спасибо. Я так буду закончить лемом, что существует разложение, удовлетворяющее этим условием. А что, собственно, для него мы делаем? Для него мы делаем то же самое, что в обычное время накачки. Соответственно, мы говорим, что для любого числа i, начиная с нуля, строка x, u, i, 1, y, v, i, 1, z, также принадлежит деликой. То есть мы можем взять вот эти u и v, строки, которые мы, собственно, и доберяли эти разложения, и вместе их размножить одинаковое количество раз. Это и есть накачки. Соответственно, лема огненная, то же самое, что обычно лема накачки, в случае, если все позиции выделены. А теперь, собственно, а в чем смысл этого выделения позиции? Смысл стоит в том, что в обычной леме накачки, сейчас мы будем смотреть на дерево разбора строки, вот у нас есть некая строка достаточно длинная, и мы рассматриваем ее дерево разбора, и в случае лема накачки мы рассматриваем один длинный путь в этом деле. И об этом мы доказывали, что, коль скорость рака достаточно длина, длинный путь в ней есть. Это уже позволяло накачать, но это не позволяло нам, в принципе, один из нескольких интересующих нас путей в этом деле. Возможно, мы хотим, чтобы путь пришел в какое-то определенное место строки. Это может быть нужно для доказательства. Соответственно, левое окно позволяет нам отправить путь в ту сторону, где мы поставили выделенные позиции. Потому что из-за условия, что Y самый серединный, самый серединный кусок этой строки, он должен содержать хотя бы одну выделенную позицию. Вот туда наш путь и должен будет прийти. Итак, с начала P, да, мы полагаем, что у нас есть бесконтекстная коматика, она находится в нормальном виде, и ее мы, что мы с ней делаем? Так, теперь мы должны постановить, чему равно число P. Число P, да, у нас есть коматика, у, 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 у. А теперь мы потребуем, чтобы число P равнялось 2 степени количества терминалов, и, возможно, придется не уникать и 2. Наверное, это и 2. Да. Теперь, что мы делаем на каждом шаре? Так. Простите. А там вот фрагмент U, Y, V, он действительно задерживает не более чем P позиции из множества P, а большое. Не более чем P, то есть он не может быть очень большим, но с другой стороны, ну да, при накачке как раз и хотелось нам свести все в каком-то более узком месте, где можно накачать. Это удобно. Хотя есть варианты ременной накачки, где, наоборот, накачка идет в самом широком месте для линейных дисконтекстных языков. В общем, это не то, о чем я сейчас хочу говорить. Итак, мы хотим провести путь, из которого мы потом выделим такое вложение. О том, что мы должны построить вложение. Итак, у нас есть строка W, и еще у них есть вот эти выделенные инистрации. Что мы делаем? Вся строка W содержит более чем P выделенных мест. Соответственно, на каждом шаге у нас есть интерминальный символ. Вначале это S, потом он входит следующий. И на него применяется правило A идет B, C. Прока делается таким образом на один кусочек. Вот A, как он управляет этот кусок. И вот дальше мы в строку делим на один кусочек. А дальше что мы хотим сделать? В каждом кусочке есть какое-то количество выделенных позиций. И мы пойдем в тот кусочек, в каком из выделенных позиций больше. Вот собственно и все. За счет этого на каждом шаге... То есть на первом шаге у нас есть вся строка. И в ней хотя бы P выделенных позиций. После первого шага у нас получается по меньшей мере... Ну да, у нас получается какой-то кусок строки, даже не важно какой. Но важно, что в этом куске хотя бы P выделенных позиций. Так мы выбираем разложение. Мы идем туда, где и больше. Соответственно так, пройдя количеству метроминалов шагов, мы получим строку, в которой еще остались какие-то выделенные позиции. Но при этом общая длина пути, она будет равна числе метроминалов плюс один. Сейчас я пробую проверить правильное выбором P. На этом посмотрим, допустим, в случае, если у нас один метроминал. Так, если у нас один метроминал, то на первом шаге, то тогда P будет равно 2. Здесь разделение на два кусочка. И в каждом будет хотя бы... Ну да, в каждом будет ровно один символ, из какого варианта быть... Ну да, так сказать. Да. В каждом... Хотя бы в одном из них будет хотя бы одно выделенное место. И это то, что нам надо. Мы получим это повторение АСС. Ну а в общем случае мы получим тоже этот длинный путь. Он... В нем есть где-то повторение А и А. И в этом нижнем куске, под последним А, тоже есть хотя бы одна выделенная позиция. Вот так мы выбираем наш путь. Вот она там где-то и есть. И этот кусок, это и будет Y. Соответственно, выгодки мы получаем временная позиция. Затем между А и А, так сказать, два равных А, между ними, безусловно, что-то есть. Хотя бы, может быть, не только с одной стороны, но есть какие-то символы и какие-то поддеревья, которые были выделены. Они, соответственно, нам дадут U и V. За то, что по сторонам, это X вязать. Вот мы получили такую дерево, а теперь середину мы можем накачать. Соответственно, да, какие условия еще выполняются? Да, мы взяли два самых нижних интерминала. Два самых нижних, совпадающих интерминала на этом путь. За счет того, что мы взяли два самых нижних, то есть там путь может быть гораздо длиннее, чем количеством интерминала в драматике. За счет того, что мы взяли два самых нижних, должно выполняться условие, что U и Y и V содержат не более чем P-позиции. Потому что, ну да, мы как раз могли, ну да. Потому что, ну да, потому что в том же доказательстве мы можем проговорить только про последний кусок пути. Соответственно, о последнем пуске пути у нас уже не слищем ухудованной больнице. За этим как раз можно начать с того места, где их у нас open up plan. Итак, вот так нам примерно доказывается. Если еще минут пять подумать, возможно, будет все совершенно формально доказать. Но я это делать не хочу, потому что общая идея, в общем, я надеюсь, ясна. Если она не ясна, то идея будет точно есть. Соответственно, таким образом, вот мы получаем этот кусочек, мы его можем повторять в деле, я уже показывал неделю назад, как просто происходит эта накачка. Единственное, что новое, это то, что у нас появились выделенные позиции. А что мы теперь можем сделать с помощью этих выделенных позиций? Мы можем взять этот язык и написать довольно простое и красивое доказательство того, что для него нету однозначных контекстной грамотности. Как мы это будем делать? Пожалуй, я буду делать на той стороне доски, хотя левый плотный будет. Надо его сейчас сотру. Что это, сотрую? Сотрую литературу секретарей, и вот здесь вы предлагаете размещение. Там есть автоматика, что у нас работает. Так. Значит. Мы предполагаем, что у нас есть однозначная бесконтекстная грамматика для этого языка. И, соответственно, к этой грамматике, ну да, Лему Оггана, конечно, надо применять для них не тихонь, а, соответственно, к грамматике. У нас есть, да, однозначная грамматика. И мы построим для нее... Ну да, на самом деле, Лему Оггана чисто в этой формулировке, она, конечно, говорит только о том, что строки принадлежат, и ничего из нее развлечь нельзя. Нас интересует именно то построение деревьев, которое в ней происходит, поэтому потребуется для доказательства именно оно. Итак, какое же построение деревьев мы будем делать? Сперва мы из Лему Оггана получим число П. Вот оно у нас есть. А теперь мы рассмотрим последовательно две строки, которые принадлежат этому языку. И проделываем на ней накачку. Первая атака. Да. Общий смысл жадательства такой. Берем две строки, каждый принадлежит к языку. Каждую из них мы накачиваем до так, что при этом на выходе мы получаем одну и ту же строку. А дальше все деревья, которые образуются в процессе этой накачки, мы можем легко показать, что это будут разные деревья. Сложность именно получить одну и ту же строку путем накачивания двухнадцатых. Но для этого придется взять троки чуть более сложного вида, чем обычный. Спасибо. Вот, предположим, мы это сделали, и что вам это удаст? Ну, сейчас увидите. Нет, имеется в виду, вот, вы вроде бы хотели показать, что для этого языка нету однозначной грамматики. Да. Вот, каким образом из этой процедуры, которую мы сейчас проделываем, будет вытекать, что нет однозначной грамматики? Потому что если, то есть мы начинаем с положения, однозначная грамматика есть. Следовательно, есть и однозначная грамматика в нормальном виде. Вот с ней мы будем... Да. А дальше мы возьмем эту грамматику, накачаем две строки, получим одну и ту же, и мы получим два разных дерева расбора одной точке. Соответственно, это будет... Мы придем к противоречию, что грамматика оказалась не одна разница. Что будет два разных дерева расбора? Что мне может коснуться, что мы накачали, или одинаково? Когда ее построят, то слегко догадать. На самом деле, в этом примере сложно именно получить из двух строк одну. А, доказательные деревья, но и будет из двух строк. Итак, строки мы возьмем следующие. Первая строка будет... А. П. Б. П. И. Ц. А. И... Я думаю, он П будет такой же стрелок. Что мы с этой строкой будем делать? В первом мы выделим позиции, как положено. Выделим все буквы В, из ровно В штук, и будем рассматривать, что нам... Какое разложение этой строки нам даст прям вовремя. Отдаст она следующее. Что... Хотя бы одна позиция у должна разить в В, при этом... Какие возможные варианты? Ну... Как и применение обычной леной накачки. Может быть, что... Это разложение У и В, оно где-то... Перейдет через границу... Через границу этих блоков с разными буквами. Тогда, если есть, мы на выпуске получим строку, которая не принадлежит грамматике, не принадлежит языку. Поэтому, очевидно, следует, что и У и В должны полностью входить в какой-то один из этих блоков. Но при этом, если... У и В одновременно не могут войти в кусок С. Потому что тогда не будет ни одной выделенной позиции выделки, у между ними. Соответственно, единственное, что... Да... Если У и В оба войдут в В, то тогда кажется, что... Мы можем слегка увеличить количество букв В, и получить все три раза числа Внуш А, В и С, и это не будет принадлежать языку. Тоже такого не может быть разложить. В общем, из такого довольно короткого анализа случаев, мы получаем, что есть единственное возможное разложение этих двух... То есть этой строки на вот... Х, У, У, В, З. Это у находится где-то в области А, а В находится где-то в области В. И только так. Поскольку в этом случае еще заполнительно можно потребовать, что У равно А в степени Л, а В это В степени Л. То есть существует такое Л. Потому что если длины У и В разные, то опять-таки один раз на кончах мы получим нечий непринадлежащий языку. А вот это, это вполне очевидная накачка. То есть на самом деле условия... Да. В прошлый раз мы использовали этот накачок, чтобы указать, что язык не является без контекстом. Тогда мы приходили к такому-то противоречию. Здесь противоречий нет. Язык без контекста, для него все эти условия исправедливы, и естественно накачаны вниз. Но важно, чтобы мы показали, что она может быть только такой. И после того, как мы показали, что она может быть только такой, мы можем проделать следующее. Мы, соответственно, возьмем число И, влияние, равное равное P3 разделить на L плюс 1. А мы вот так. Если мы это возьмем, то мы получим на выходной строку вида А в степени P плюс P петериал, В в степени P плюс P петериал, и Ц в степени P плюс P петериал. Можно мы получим? Ну да, это можно получить непосредственно из ЛМОКОНа, если его применять как она, и надеятельность здесь на доске. Но, конечно, чтобы это доказать, придется воспользоваться куском ее доказательства и показать, какое же именно дерево мы построим из этой накачки. А дерево будет таким, что у нас изначально было A, P, B, P и C, B плюс P петериал, а после этого где-то здесь был кусок, который мы, собственно, накачали много-много раз. вот так вот, вот здесь ответвление на Ц. Теперь это первое дерево, которое мы строим, а второе совершенно так же мы рассматриваем строку, вторая строка будет А, P плюс P петериал, B, P, C, P, и опять определенные позиции будут только в B. На катательстве совершенно симметрично мы получим другую настройку, то есть настройку другого дерева, приходящего к тому же дереву. в конце два маленьких кусочек B, P, 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 в начале один длинный, A, P плюс P петериал, и, соответственно, в этом кусочке мы где-то что-то накачиваем. Вот есть куски, которые размножаются. Соответственно, теперь осталось только доказать, что эти два дерева будут разными. Это и нуждаются доказательства. Сейчас я скажу, какие вершины мы можем посчитать. Мы можем посчитать количество вершин, у которых, ну, допустим, начнем с первого дерева, мы посчитаем количество вершин в дереве, у которых есть так, среди одного из потомков значит что-то будет, среди одного из потомков есть только А, а среди другого потомка нет букв С. Вот такие деревья. В первом потомке есть только буквы А, во втором потомке нет букв С. И тогда в этом дереве их получится много. Потому что здесь, где мы производим накачку, вот мы примерно повторяли, и столько таких вершин там получится. Ни в одной из них есть потом ФСС, и в каждом шаге накачки мы что-то берем только из Суфа. Соответственно, таких вершин будет. А если мы посмотрим в другой дереве, там таких вершин, наоборот, должно быть очень мало. Потому что, все то, что мы накачали, там, соответственно, так. подождите, я не что-то набрала. Могу набрать. Сейчас я посмотрю, что я думал, пару часов назад. Так, как будто это был лучший вариант. Соответственно, а, думаю, то же самое. Сейчас надо смотреть. Прошу прощения, а можно не сказать, вот у нас в середине внизу получилось а в лице и сестри раковой длиной по фактериалу. В иду по середине что-то? Да. Нет, по середине что-то же нет внизу. Да. Это получилось по лиме накачки, и вроде как это должно быть 40-ка принадлежит к языку. Да. Принадлежит к языку? Понятно. А именно принадлежит. А, ну вот так. Ну, я не справлюсь. Как бы у нас видит? То есть, язык вполне бесконечна. Мы должны показать, что для роста такого вида будет много. Будут два дерева разбора. Опять же. Соответственно, сейчас я когда-то делаю весело получше, пытаюсь все-таки понять правильнее. И словами, это его выяснил. Так. Большое дерево. Так. вот в нем изначально было А, П, П, С, П, 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 А. И в этом дереве где-то нашли есть путь ведущий куда-то сюда, в нем мы нашли вершины А и А. Готовость это У, а это В. Это то, что только что все авторированные органы позволили нам найти. И дальше этот кусок дерева мы повторили очень много раз. И, соответственно, получили дерево уже вот эти строки, соответственно, где все длины, где количество всех трех символов одинаково. И мы получили очень много вот таких вершин. Да. Мы получили вершины, у которых в числе потомков нет букв С вообще. Да. Так я и говорил. Букв С нет вообще. А, с другой стороны, вершины, у которых есть буквы А для потонок в этом дереве, они так, ну, допустим, такая вершина, в которой рождается довольно много. есть буква А среди потомков, но есть и буква С среди потомков. Так. Хм. Не очень хорошо получается. Как же я доказывал, что эти деревья различны? Есть идея? Да, вы были правы. Это не так просто оказалось доказать. Соответственно, это доказывается. а будут какие-то вершины, в которых есть только пункты А и будет довольно много. Впрочем, вершины, в которых будет только пункты С, здесь будет тоже довольно много. Надо связать пункты Б. Есть вершины, у которых есть и А, и Б потомки, но нет и С потомки. Вот, наверное, такое нужно. Вершины, у которых есть и А, и Б потомки, здесь вот это фактически часть. Здесь их получается очень много. А вершин, у которых есть и Б, и С потомки, а, здесь тоже не замечательные. Да. И С, и С потомки, но нет А потомки. Вот. Условия вершин, которых в этом дереве много. Это те, у которых есть, да, и А, и Б потомки, но нет С потомки. Здесь проходят под границей. И это вот эти вершины, и все, что наверху тоже. Вот этот путь, ведущий в эту часть здесь только буквы А и буквы Б. И все, что идет в этом пути сверху. А то, что отрезается сюда, вершины, у которых есть только С потомки. Так вот в этом дереве у нас есть много вершин, которых есть и А и Б потомки. Так. И А и Б, но нет С. Это все, которые лежат здесь. Да. А при этом вершины, у которых есть и Б и С потомки, но нет А потомков, таких вершин у нас будет очень мало. Они будут только где-то сверху. У Б и С потомки, но нет где IFAYingептатей A «а» — их вершин почти не будет. И вот, за счет сравнения количества этих вершин… Т.е. определенных вершин, у которых есть COVID и winter А потомки… И IFAYing и P потомки и A и V потомки, их много в этом деле, а в том деле их почти не будет. И наоборот, вершин в которую есть B и S потомки, но нет А их почти нет в этом делере, а в том дереве их гораздо больше, как мы sureürные. которая является иначе적. И таким образом показывается, что всякая бесконтекстная грамматика для этого бесконтекстного языка обязательно будет неоднозначна. И в связи с этим можно определить, что класс неоднозначных бесконтекстных языков – это те, для которых бесконтекстная грамматика есть, но ведь все грамматики оказываются И оказывается неоднозначным. А теперь еще в завершении к этому примеру я хотел бы на нем показать, как... Ну да, в этом примере, как я уже говорил, есть только неоднозначность выбора правил. И вот на нем я хотел бы показать, как неоднозначность выбора правил можно удалить дуру грамматики. То есть даже не просто удалить, как ее можно управлять явным видом. Это, на самом деле, очень простое преобразование грамматики, которое я здесь сейчас даю на примере давно. И оно обобщается на случай любой грамматики. Соответственно, мы возьмем эту грамматику и перепишем правила DS в следующем виде. Первое правило останется таким же, как оно есть, S идет в AB. А в основном правиле мы скажем, что S идет в DC, но при этом мы исключим из рассмотрения AB. То есть просто вычтем его как множество. Ну и в результате получится, конечно же, что языки, порождаемые первыми и вторыми правилами, не пересекаются, очевидно. Соответственно, отсюда мы получаем, что эта грамматика, вот с новыми правилами DS и всеми исходными правилами, она как-то однозначно будет для грамматики. То есть однозначные поли грамматики они способны определить несколько больше, чем однозначные безконтекстные грамматики. В том числе в области безконтекстных языков. И это можно обобщить в общем случае. То есть если у нас есть произвольное поле грамматики, мы можем применить вот такое преобразование, и всеми однозначным выбором правилами просто явными отрицаниями всех предыдущих правил. Для каждого интерминала мы записываем правило в каком-то порядке. Первое следует, как оно есть, у второго вычитается первое и так далее. Для этого потребуется ввести дополнительные символы иногда, но в общем логически это так просто, как я сказал. Вот то, что мы получаем, соответственно, с вопросом приведения грамматики к однозначному виду и существованию однозначной грамматики. Конечно, очевидный вопрос будет, а есть ли какие-то существенные неоднозначные поли в грамматике, вот этого, к сожалению, найти не удалось. То есть, возможно, они есть, но, в частности, я считаю, например, что грамматики для языка www, www, которую я приводил вчера, для нее нету... Во-первых, для нее легко показать, что она неоднозначна, это можно проделать в качестве упражнения, а я полагаю, что для нее нету односильной однозначной грамматики, но доказать я это не могу. А все остальные грамматики, которые я приводил в качестве примера, там, для языка АНВНЦН, для языка... так, для языка АНВНЦН была однозначна, WCWV тоже была однозначна, а для степеней четверки грамматика была неоднозначной, однако, если ее несколько усложнить, ее можно сделать однозначной. То есть, тот язык существенно неоднозначный никак не является. Ну вот, все, что я хотел сказать об однозначности, и теперь могу привести об однозначности вообще. Теперь я хочу перейти к алгоритму синтактического анализора для однозначной грамматики. Это алгоритм изначально... Большая часть алгоритмов, который я привожу, изначально он определялся для адрескортек 지금 грамматика, и он просто очень легко обобщился на б spreads в грамматике. Вопрос по терминологии, применительная грамматика понятна однозначно, неоднозначно. Применительная к языку. Вот, вы употребляете термомон существенно неоднозначно. это понятно, что означает. А говорят ли о языках «неоднозначные», то означает, что это определённо? О языках просто не говорят. Т.е. я думаю, если кто-то так сказал, то имеется в виду существ неоднозначные. Я тоже могу это сказать. Да. Это значит, что я имею в виду существ неоднозначные языки. Термом «существенно-неоднозначные» как раз изведёт, чтобы исключить такую разрубную в год. Итак, алгоритм будет работать, опять-таки, для грамматики в нормальном виде, это будет булевая грамматика, и это будет произвольная булевая грамматика, то есть мы, то есть алгоритм, как я уже говорил, будет применим всегда, только он не всегда будет работать с такой разничной векой. И первое, что я хочу определить, это главная структура данных, которая строит этот алгоритм. Так вот, структура данных плюс услугу узнать, это та же структура данных, которую мы строили вчера, но представьте, она будет в другом виде, то есть она математично будет та же, а с программической точки зрения, при теме с точки зрения структура данных, она будет другая. А именно для всякой, значит, у нас есть, как всегда, грамматика, у нас есть строка, состоящая из N символов, которые мы хотим разобрать. И для этой строки, для всякой позиции G от 1 до N, это будет заключительная позиция некоторых подстроки, для всякой заключительной позиции подстроки, и для всякого интерминального символа, у нас будет определена новая каблица, она будет называться G большое, с индексом G от A. То есть это, понятно, двумерная каблица, в которой по одному измерению индексация по позиции в широке, а по другому измерению по нетерминальному символу. Другие удобнее нам назначать так, поскольку именно так к ней будет обращаться изнутри алгоритма. И это будет, соответственно, множеством всех начальных позиций по строк, которые прождаются в А и доканчиваются в позиции G. То есть мы рассматриваем подстрокность от I плюс 1 до G, она принадлежит языку А. Вот так мы определяем эту структуру данных. Понятно, что символическое структуру, что у нас уже было, то есть А принадлежит нашей вчерашней структуре данных Т и G, когда и только тогда, когда И принадлежит Ежимому от А. Но почему нам нужна новая структура данных? Это потому, что эти множества для однозначной грамматики окажутся достаточно малонаселенными. И поэтому время выполнения алгоритма удастся улучшить за счет того, что не придется просматривать все какие позиции, все возможные позиции, а то, что те, которые на самом деле встретились в процессе вычисления. И еще, да, возникает вопрос, а как мы это делаем, храним? Храним мы это в виде списка, и он будет сортироваться, наверное, по возрастанию. Ну да, по возрастанию. Сортироваться, но это будет яркий алгоритм, как именно он упорядочен. Соответственно, да, если этих элементов мало, это будет короткий список, который будет очень быстро обойти. Так, а теперь, как и в каком порядке мы строим эту таблицу. То есть, строим мы ее, собственно, последовательно по G. И внешний цикл алгоритма будет именно по G, то есть по последней позиции всех подстрок, которые мы рассмотрим. То есть, впервые мы рассмотрим все подстроки, заканчивающиеся на первом символе, она лишь одна, потом все подстроки, заканчивающиеся на втором символе, их две, и так далее. Итак, значит, внешний цикл у нас для G от единицы до N. Первое, что мы делаем, это мы устанавливаем принадлежность строк для. То есть, теперь для каждой итерации этого цикла внутри у нас будет новая итерация подлиннее подстроки. Сначала мы рассмотрим самые короткие подстроки, которые заканчиваются на G-позиции, а затем мы будем постепенно рассматривать все более и более длинные подстроки. И поэтому для внутренней итерации у нее будет базис, это подстроки длины 1. То есть, мы должны взять элемент G-житая и посмотреть, принадлежит G-1 этому элементу. И это будет как раз начальное значение G-житая. Собственно, в житой итерации внешнего цикла мы начинаем заполнять элемент G-житая для цвета терминала. И здесь мы сделаем сверху. Для всех динтерминальных символов A мы напишем, что G-житая от A начальное значение равно G-житая, это в том случае, если у нас есть правило из A в A-житая. Либо это означает в пуску одно. Это если этого правила нет. То есть, на первом шаге мы определили самое большое число, принадлежит для многих элементов. А дальше мы будем рассматривать более длинные подстроки, будут соответствовать меньшей начальной позиции этих подстрок. И будем для каждой тоже выяснять, принадлежит ли на этом множество элементов. И мы будем, если мы будем находить какие-то новые элементы, мы будем запихивать их в начало списка. Собственно, с списком мы так можем работать. Что мы сделаем теперь? Теперь цикл для всех возможных длин. Точнее, даже для длин. Цикл будет более интересным. Да, у нас индукция не совсем подлинная. Тут будет цикл по промежуточным позициям. То есть, как у нас была вчера одна, я ее нарисую для преемственности. То есть, строка у нас шла по диагонали, и, соответственно, вот было какое-то житое место. И сейчас мы занимаемся строительством вот этих элементов. Строением этих элементов, они у нас, да, это элементы Т и Ж, вот только того, как мы смотрели, как мы начисляли вчера. Сейчас это у нас множество Ежитое для СРА, и принадлежность им разных чисел. Это вот и есть то, что находилось в СРЖИТе. Да, а теперь мы хотим рассмотреть разглажение этой строки, которая заканчивается так. Значит, мы рассмотрим некие строки, которые начинаются где-то раньше, в какой-то карте позиции. и, соответственно, в ней, да, начинаются раньше карты позиции, а дальше это будет разглажение какой-то большой строки, где у нас здесь будет символ В, здесь будет символ С, и, найдя вот эти две строки, мы из них сможем слепить новую строку и вывести какой-то терминал А. Вот в каком порядке это будет происходить, и первое, что делается, то есть первый внешний цикл, который здесь ставится, цикл как раз по этим К. И первое, что мы рассматриваем, это самый короткий К, то есть присоединение какой-то длинный строки, который было раньше, к строке длины 1. Так. Проверим, как ли точности у меня это было. Сейчас мне пристатки не выявляется. Да, это именно так и было. Да. Так. Соответственно, мы идем пока, хорошо, что я сейчас вспомню. Так. Для этого, самая первая позиция, с которой мы можем начать, будет Ж-1. Это как раз вот эта вторая строка в предложении, для мячки. Для К от Ж-1, до скольки, до единицы. Это будут самые длинные строки. И здесь мы накладываем строку, то есть К от здесь, а здесь К от Р-1. Она от К от Р-1 до Ж. Соответственно, когда К равно Ж-1, это получается от Ж до Ж, то есть односимбольная строка, когда К равна Единице, это будет от двух лужей, самая длинная строка, которую мы здесь можем рассмотреть. И, соответственно, на первой операции цикла мы трудно видеть, что все строки длины 1, заканчивающиеся в этой позиции, у них уже построены. Это будет вот эта база. Поэтому сейчас мы их можем продлевать. Раз не построено, мы можем смотреть, что там за ними, и пытаться отойти из них более длинные строки. Теперь мы... Следующий цикл у нас будет конечный цикл по всем парам B и C. Причем даже не просто по всем парам B и C. По всем парам B и C, как ни странно, будет плохо работать, а только по тем парам, которые встречаются с каких-то правилами. Вот странное помещение, но оно нужно именно для того, чтобы потом увеличить вероятничное время работы. Соответственно, мы пишем для... Так. для B и C. Так. Здесь нам созданы переменные. На этом этапе помочится переменные. Как мы вчера строили множество R для каждого элемента матрицы, так и сейчас мы на самом деле строить будем примерно тоже множество. Это будет множество вида R. Так. R и G это будет... Это будет множество опять-таки пар метрминальных символов. Вот здесь мы вводим такие переменные для всех I. Такие же, как вчера. И на самом деле нам потребуется... Ну да, индекс G введен только для приемлемости со вчерашним днем. На самом деле здесь переменные будут... их будет только G-штур, то у них реально будет только первый индекс G. А G это... Так как теперь переменные определенные внутри G-той операции цикла, они нужны только здесь, а потом могут быть открыты. Соответственно, вот сейчас мы эти переменные будем строить. И последовательно будем рассматривать возможные пары B-C, которые быть переменными U-V-T. Поэтому цикл будет для пар B-C, принадлежащих умножить на некроминальную силу, таких что есть правило A-I идущие какой-то там B-C с неопределенным знаком и что. То есть тир B-C, которые действительно встречаются в каком-то правиле. А теперь для каждой такой пары B-C мы будем рассматривать вот эту ситуацию. Что мы пошли по C, нашли, что есть... Да. По C мы пошли назад. Сейчас я думаю, что не спешу, не знаю, что здесь. Соответственно, цикл у нас теперь будет для всех элементов для всех элементов и принадлежащих E-катому от C. Теперь это можно объяснять. Что такое E-катый от C? Это те позиции, начиная с которых можно прийти в позицию так, э-катый от B. Так, а где смартфон C? Ммм... Так. Где смартфон C? Здесь должен быть а, должен быть в форме оператора. Да, конечно. Должен быть в форме оператора перед этим срискором операцией. Соответственно, мы проверим вот здесь. Сперва мы проверим первую строку. И первая подстрока это условие, что такая подстрока действительно есть. Подстрока, начинающаяся с той х-катой позиции, которую мы сейчас рассматриваем, по этому самому символу C. Это мы можем вычислить, узнать и саблиться. Мы смотрим принадлежи срискором до х-катой принадлежи срискором множеству Е отжимому от С. Если оно принадлежит, значит, первая подстрока есть, мы можем смотреть вторую подстроку. А вот эти подстроки мы их посмотреть не можем легко, потому что они у нас все уже просчитаны. Это подстроки, которые заканчиваются где-то раньше. Они будут просчитаны на предыдущих операциях внешнего цикла. Соответственно, для них мы можем запустить как раз тот цикл, который я преждевременно написал. Для всех И принадлежащих множеству Е к А от В. Вомышке Е к А и от В написан в список всех позиций таких, как эта, из которых идет подстрока от этой позиции до К, причем подстрока выводима из В. все такие позиции там может быть несколько. Вот по всем таким позициям мы проходим и что мы с ними можем сделать? Для каждой такой позиции мы можем сделать вывод, что да, строка начиная с И до Ж действительно выводится из В. И это мы допишем в том множество R, которое мы строим. Соответственно мы допишем к R и Ж множество множество пары В. В. терминалов которые из множества пар и терминалов посмотрят какие правила грамматики из этих пар можно составить и вычислить те терминалы, которые собственно выводят подстроки о которых мы говорим. это делается на последнем шаге значит мы прошли цикл построения это это множество пар причем множество пар для всех и сразу при условии что так для множества пар для всех и сразу так а я был переменный там был раньше это и еще не здесь так немножечко изменил замету переменный R и Ж это является здесь R и Ж это множество парней терминалов R разделяются они для всех и таким образом во внутреннем цикле мы действительно все да мы в разные виде множества дописываем а при этом мы дописываем соответственно в том числе эти множества значит что мы делаем на самом шаге на катом шаге у нас уже есть все разложения вплоть да то есть начиная у нас подсчитаны все подстроки когда мы находимся на катой итерации которые начинаются от K или далее и кончаются нажим это у нас уже подсчитано а мы занимаемся дополнением вот этих множеств R и Ж встает строим различные пары которые начинаются где-то раньше где-то перед а вот после того как мы все такие карты переберем что мы получим что для разложения которые начинаются где-то очень равны мы посчитали какие-то новые пары но все пары еще не посчитали а вот все пары на этом этапе посчитали только для одного случая на единичку раньше для строк которые заканчиваются на позиции K вот для них мы действительно посчитали все потому что все разложения которые начинаются все строки выводящиеся из BC которые начинаются с позиции K поэтому мы все такие разложения уже смогли посмотреть а раз мы все посмотрели вот эти элементы мы сейчас можем закончить то есть здесь в общем так же как в вчерашнем матричном алгоритме множество по строится не сразу и соответственно вычислить множество терминалов можно только в какие-то определенные моменты работы алгоритма когда они постепенно некоторые из этих множеств заканчиваются то есть полностью просчитываются и так после вот этого внешнего цикла но еще внутри цикла мы закончим следующим действием для всех точнее не для всех а только для одного элемента для ге а а а так а а значит для всех а теперь для а терминальных символов грамматики мы рассмотрим может для терминальных символов быть порожденным соответственно с позиции к к и до к и мы смотрим если а принадлежит функции r от х х минус 1 g то что мы после к цикла действительно знаем полностью все предыдущие элементы р мы начали считать х иногда еще не рассчитали так вот если а из этих элементов получается без r х минус 1 и ж тогда мы можем тогда мы приходим к выводу что строка а действительно порождается х и записываем ее в начальную позицию х в выходную переменную е вот в этом случае е е ж от а равно так как у нас я напишу их как действие на множество мы возьмем е ж и добавим ему элемент к-1 вот это собственно весь алгоритм то что происходит в конце цикла ок а дальше таким образом цикл ок а на каждом шаге завершит постановку одного числа во все и е после всех циклов пока все числа будут правильно помещены в е ж и наконец после цикла по ж все е будут прочитаны и что мы для этого значит да я сказал что это я написал как действие на множестве но это можно рассматривать еще и как действие над списками если мы реализуем этот алгоритм в этом случае мы ставим а-1 впереди списка таким образом список у нас остается всегда упорядочным по вырастанию и это имеет смысл для чего да теперь пожалуйста рассмотреть время работы по алгоритму но к сожалению не получилось грязно на принципе потому что я многое перепутал в процессе но все же постараюсь его сказать с какой скоростью он работает ну трудно видеть конечно что в общем случае он работает все равно на кубическое время и даже кубическое время придется еще пояснять а я думаю что внешний цикл n-ти рации затем цикл h тоже порядка n-ти рации в��янame конечные циклы по счету по b c тоже не в счету а условный оператор можно операция количественные операции не кип options и наконец внутренний цикл по множеству которая возможно будет длиная пропорциональность стоять подвесめて а Scholars нужно будет пропорционально длину ст Web А если оно будет пропорционально для меня строки, то, конечно, мы получим третий множитель, это будет n в пути. Но даже чтобы получить n в пути, нам бы установиться, что всякое действие выполняется за постоянное время, зависящее от рекординации. Здесь мы записываем что-то в конечное множество, действие в конечном множестве выполняется в константное время. Здесь мы записываем что-то в голову списка, это тоже константное время. затем здесь мы смотрим принадлежит элемент K в списку это конечно может быть дорогая операция но в данном случае она дорогой не является потому что нам достаточно посмотреть в голову списка потому что K списку порядочен и элементов меньше чем K в нем на карте итерации цикла QK еще просто не построен поэтому есть K элемент мы смотрим просто проверкой самого первого элемента этого списка ну вот за счет этого мы получаем мы это выполняем в теоретически графичное число раз и тоже за константы соответственно мы получаем что за дублическое время угрожено в общем случае а теперь мы хотим обосновать то обстоятельство что если исходная грамматика у нас была однозначна то алгоритм будет работать за квадратичное преимущество и на самом деле надо даже не то чтобы она была однозначна или чтобы она удовлетворяла первую и вторую условию а нужно для этого только однозначность разложения именно множественные разложения обновлечивающей строки это то что составляет алгоритм работных методов а в случае если мы предполагаем что грамматика не уменьшает этому условию то мы можем соответственно доказать следующее утверждение для что для всяких для всяких мы рассматриваем строки вида а и и ж и для всякой строки мы рассматриваем а то есть мы рассматриваем g это номер теракции внешнего цикла, i это номер теракции самого внутреннего цикла, а a это тот не терминал. Так, а что такое? Да, bc подликуется, конечно. bc ниже, но при этом такие штук bc присутствуют в каком-то правиле грамматике в качестве положительного или отрицательного конъюнкта. И это, кстати, зачем оно безусловие было настолько необходимо там внутри алгоритма. Если бы его не было, то на каких-то непредсказуемых парах все это могло бы работать и щепло. Поскольку для них могло бы получиться много разложений, которые просто подать определение не подпадали бы, и алгоритмы, соответственно, заняты. А что мы получаем, если мы рассматриваем только такие четверки, bc или житые? Для них, соответственно, bc это рация цикла по парам bc. Для них утверждается, что это так вот сейчас что будет что это условие будет истинным только для одного не более чем для одного х а соответственно, когда я покажу вот это, то из этого мы выведем туда отличный объект. Итак, предположим обратное, что существует такая четверка, bc или житая такое, что это условие истинно для двух разов а. То есть оно истинно для х и для каждых. Что мы в этом случае получаем? В этом случае мы получаем, во-первых, что так, раз условие истинное, то по определению у нас есть под строка вот а истинно для х здесь далее а х принадлежит к языку b и строка заканчивающаяся на х плюс первое то есть не на х плюс первое, простите на х то есть рассматриваем два разных а и для того и для другого этот оператор истинный. То есть это условие выполняется и алгоритм действительно доходит до этого места и условие оказывается истинно. Это тоже принадлежит к языку b А теперь мы посмотрим а что как мы собственно в это место попали А в это место мы попали если этот условный оператор оказался истинным. А это произойдет в том случае если для k если строка a k плюс первое и так далее a jp принадлежит к языку c просто по определению ежикова c а для k то же самое a х плюс 1 и так далее a jp принадлежит к языку c вот условия которые мы извлекаем из контекста этих проверок и из этих четырех условий мы можем получить соответственно что строка так как строка от a и плюс первого до а житого имеет два разных разложения в bc в одном разложении серединка будет на h а в другом разложении серединка будет на k в общем это очевидно после исполгания h это и была серединка в разложении а так как мы предполагаем что грамматика однозначна то нога серединка есть только одна и потому для всякой четверки bc и житая будет не более чем одно k для которого дело когда лист дойдет до соответственно выполнения операции с соответственно здесь да что мы теперь из этого получаем из этого мы получаем что если мы рассмотрим общее время выполнения этих да то есть общее количество раз такое операция выполняется это число не терминалов в квадрате умножить на двенадцать таких это верхняя цена соответственно так как все операции выполняются за константное время это и есть в точности до умножения на константу верхняя оценка для сложности самого этого алгоритма но тут стоит заметить что конечно оценка это она верхняя но она же к сожалению нижняя то есть алгоритм такой что если грамматика что какого бы хорошая грамматика ни была он все равно будет работать хотя бы на тратичное время он вот только позволяет в зависимости вот количества неоднозначных грамматики изменять время его работы между квадратом и кубом от длины одной строки если грамматика неоднозначных квадрат если там очень много всего порождается на этот куб соответственно если неоднозначных не очень много может получиться что-то справедливость доказывается только до случаев неоднозначной грамматики вообще в качестве примера грамматики в которой этот алгоритм работает плохо пожалуй легко будет привести это будет примерно такая грамматика допустим S идет в SS или A или B я думаю этой грамматики уже достаточно так то есть она поражает конечно же сигнал с плюсом поражает она ее всеми возможными способами то есть в первую строку можно разложить сколько угодно много то есть всеми возможными способами пополам и всегда обе половинки будут в S и соответственно это будет много разных обложений S поэтому соответственно все эти множества они все будут легко полны и поэтому эта операция уже будет выполняться кублическое число раз ну вот так этот алгоритм работает на каких-то плохих грамматиках хотя в общем-то ничего на вид плохого в этой грамматике нет но она совсем неоднозначна на самом деле для этой грамматики я даже не знаю алгоритма который бы работал с ней быстрее чем за квадратичное время просто действительно алгоритм для грамматик общего вида вынужден смотреть все возможные наложения так быстрее кублического времени не знаю никакого алгоритма работают быстрее быстрее маточный алгоритм раньше больше работать быстрее у募чит умножение я не знаю да с DID грамматика простая соответственно то что мы получили для неоднозначных булева грамматик этот range также работает для 특별 неоднозначных без контекста чтобы алгоритм 該 тех, которые рассматривались вчера, в общем-то, некоторые вещи можно слегка изменять, а алгоритность равно будет сработать. Какие-то циклы можно переставить местами, и какие-то даты можно вычислять немножко в разное время, а для более грамматик именно алгоритм принимает вот такой совершенно фиксированный век, и он уже почти ничего не изменит. Потому что главный смысл этого алгоритма, то, чего, кстати, не было в бесконтекстных случаях, это то, что для всякий раз, когда мы находим такое разложение ВС для одного, то есть когда мы находим разложение одной строки и разложение другой строки на так. Когда мы находим два разных разложения одной точкой строки, мы должны каким-то образом это знание сооружить одновременно, чтобы собрать из этих разложений целое фразовое. А в случае бесконтекстной грамматики это просто никому никогда не было надо, поэтому грамматики используют, грамматики часто рассматривают разложение одной и той же строки в разное время и никак не передают эти данные из одного участка, когда и другого. Вот это, собственно, единственное небольшое усложнение, которое в случае коммунитивных упоровых грамматик потребовалось. А в остальном это примерно тот же алгоритм. Да, соответственно, это то, что чем хороши однозначные грамматики, что для них есть немного лучше алгоритмы, что еще о них можно сказать. Но еще, пожалуй, я приведу, да, пожалуй, я приведу, кстати, пример WWW, о котором мне говорили, что эта грамматика неоднозначна. Потому что этот пример, действительно, кажется очень интересным, и тут важный открытый вопрос, а есть ли вообще однозначная буря у грамматики для этого примера. Но мне этого еще более интересен тем, что, как я вам успел сказать вчера, неизвестно, есть ли для него коммунитивная грамматика. Это тоже вопрос, который мы хорошо будем разрешить. Итак, для WWW у нас была самая простая грамматика, вчера, для которой я строил коммунитивное познавание, грамматика была такая. А рождал у нас АХАА, Б рождал ХВВ, АС у нас рождает не АВ, и не ВА. Ну и для простоты в случае меня есть хотя бы одна буква в скоте. Когда есть все, что надо. Соответственно, мы прождаем ВВВ, и вопрос, где же возникает неоднозначность. Неоднозначность и выбор правил. А, ИСОГУЛЬСКИ. А, ИСОГУЛЬСКИ. Спасибо. Да, Х рождает А малая или В малая. Итак, что в этой грамматике, да, неоднозначный выбор правил здесь никого не может быть. Потому что здесь разные буквы, здесь длинные строки, короткие строки, здесь правила вообще одно. АМ, если они однозначны, находится в разложении. И увидеть ее нетрудно, если просто вспомнить, как, собственно, эта грамматика определялась. Что АВ должно определять одну пару несоответствующих друг другу символов на соответствующих местах, практически. вот, что задает нетерминальный символ АВ. То есть, это нетерминальный символ АВ. И в вопросах, что происходит, если такие парни одна, скажут две. В этом случае будут два разложения, потому что АВ работает с любым таким разложением. Поэтому, скажем, строка вида АВ, так, строка вида, кстати, АВ-А, в ней разложение остается единственным. Потому что одно разложение будет на АВ, а другое разложение будет на ВА. На АВ будет вот это разложение, а на ВА будет вот это разложение. Поэтому потребуется прокачиваться длиннее, но, скажем, ААВВ. То есть, не подлиннее одна, которая осталась той же длины, но в ней осталось несоответствие только одного вида. Что с одного конца у нас А, а с другого конца у нас В. Поэтому разложение конъюта АВ на два кусочка на этой строке, оно будет как раз и однозначно. В первом случае у нас будет А в одном кусочке и АВВ полученный из В в другом кусочке, а во втором случае у нас, наоборот, из А большого будет выведено ААВ, а из В большого будет выведено ВМАВ. И вот так показывается, что эта караматика является неоднозначной. Еще вот пример WCW. WCW там вполне однозначная грамматика. И, на самом деле, для такой грамматики, как WCW, это вообще есть общий способ. Да, там даже сама грамматика была уже задана в однозначном виде. Но, вообще говоря, для линейных полевого грамматики, то есть для которых сцепление... То есть для которых каждый конъюнк имеет вид линейной полевого грамматики, и каждый конъюнк будет иметь вид с каким-то знаком УВВ, где У и В это терминальная строк. Ну и соответственно, и так далее. Если те конъюнкты имеют такой вид, то грамматика называется линейной, и нетрудно видеть, что для всякой такой грамматики просто второе условие однозначности разложения всегда выполняется. А просто нет двух нетерминальных символов, между которыми, соответственно, можно было бы растягивать эту строку разным способом. Здесь разложения однозначены, и поэтому эту гулио-грамматику в ней... Гулио-грамматику в ней сцепление всегда линейно, в ней первое правило... То есть в первом условии однозначности в ней можно будет вводить после преобразования этой грамматики, и, соответственно, на выходе у нас получится, что грамматика просто однозначно, то есть удовлетворяя и такое условие. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать о недостаточности грамматики. Получилось несколько меньше, мне кажется, чем на одну лекцию, но, соответственно, я предлагаю тогда сделать перерыв сейчас, а продолжить после перерыва, может быть, начать чуть пораньше, с другой темы. Будет вопрос о сложности распознавания гулио-грамматик по памяти, то есть сколько памяти нам требуется для распознавания, и, а также у сложности по числе... Да, а также попыток создать схему функциональных элементов небольшой глубины для бесконтекстных и для проевой грамматики. Поскольку схема небольшой глубины, это значит очень быстрое время работы на специально построенном оборудовании для решения этой задачи. Это тоже важный вопрос в теории сложности. На каких задач можно построить алгоритм в виде схемы с премьерным числом элементов и небольшой высоты, где небольшое определяется в виде какая-то схема и логарифма для решения. И вот этим вопросом как для бесконтекстных, так и для гулио-грамматик мы будем задаваться на второй лекции сегодня. А сейчас... Спасибо.